Здравствуйте, уважаемые зрители канала Протсветок! Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владеец личного подсобного хозяйства. Совсем скоро в наших теплицах закончится сезон плодоношения томатов, перцев, баклажанов и огурцов. А значит, уже сейчас нужно позаботиться о безопасности нашей почвы, обеззаразить почву, чтобы в следующем году быть с хорошим и здоровым урожаем. По мере роста растений в теплице, в ней могут присутствовать различные заболевания, а также накопиться различные инфекции в почве. А значит, почву нужно обязательно обеззаразить. К обеззараживанию почвы многие огородники приступают поздней осенью, когда растения из теплицы уже убраны. Однако подготовку почвы обеззараживания можно проводить уже сейчас. Подготавливается, как говорят, к сезону. Ведь готовь сани летом, а телегу зимой. Для обеззараживания почвы используют различные приемы. Это, конечно же, и полная замена грунта на штык-лопату в теплице. Достаточно трудоемкий процесс. Это использование различных химикатов для пролива почвы и многие другие хлопотные и трудозатратные способы. Однако сегодня я хочу рассказать о легком и надежном способе обеззараживания без применения какой-либо химини. Это использование биопрепаратов. В частности, такого препарата на основе триходермы. Вот у меня в руках такой препарат, которым я пользуюсь. Он мне очень помогает, чтобы получить здоровый, качественный урожай и предотвратить различные заболевания в моей теплице. В наших роликах мы достаточно часто рассказываем про триходерму. Однако для новичков еще раз хочу о ней немного рассказать. Триходерма – это почвенный гриб, который живет в почве на растительных остатках и очень часто его можно найти в лесу на гнилой, преющей древесине. Этот гриб перерабатывает растительные остатки, улучшает плодородие почвы, а также уничтожает различные фитопатогены в почве, помогает сохранить здоровье наших растений. Такой препарат безопасен для человека, для растений, для дождевых червей. Его можно применять многократно за сезон, не опасаясь за свое здоровье и за экологию. При использовании препаратов нужно учитывать некоторые особенности. Все-таки почвенные грибы размножаются при благоприятных температурных условиях. Оптимальной температурой для размножения триходермы в почве для активизации является температура плюс 24, плюс 28 градусов тепла. Именно поэтому пролив почвы триходермой я начинаю уже сейчас, когда еще плодоношение томатов и перцев в разгаре, когда сезон еще не закончился. Ведь в таком случае почва у нас нужной температуры и триходерма будет хорошо развиваться в почве и защитит почву от патогенов и защитит урожай в следующем году от развития заболеваний. Раствором триходермы я проливаю томаты, перцы и остальные растения в теплице прямо под корень. Готовлю водный раствор. Беру теплую воду, которая настоялась на солнце, добавляю одну чайную ложку гранул триходермы. На этих гранулах присутствуют споры триходермы, которые смываются в воду и затем с водой попадают в почву, активизируются и защищают растения. Не следует бояться, что растения сейчас в плодоношении, ведь это не химикат. И растениям такая подкормка, полив пойдут только на пользу. Нужно сказать, что эти гранулы не растворяются в воде. Это всего лишь перлит, на который заселены споры. Когда эти гранулы попадают в воду, споры с них смываются в водный раствор и затем попадают в почву, а сами гранулы остаются на дне ведра. Их также можно вылить под кусты, в этом нет никакой проблемы. Потому что многие зрители у нас не знают, не в курсе и очень переживают, почему же гранулы не растворились в воде. Они не должны растворяться. Они просто служат основой для этих споров триходермы. А затем споры, когда попадают в почву, они прорастают, активизируются и оберегают наше растение. Как же обеззараживаю почву я? Делаю поливы два раза. Уже в августе я поливаю томаты и перцы, как обычный полив, по литру по два под каждое растение раствором с триходермой. Затем через две недели повторяю полив. У меня уже в почве есть триходерма, уже растения защищены. А затем поздней осенью, это примерно в конце сентября, а то и в октябре месяце, когда я уже с теплицы удаляю все отплодоносившие растения, я проливаю почву теплицы полностью раствором с триходермой. На квадратный метр примерно 5 литров раствора. Многие скажут, что где же набраться денег на столько биопрепаратов. Ведь у многих большие теплицы, большие посадки. А биопрепараты стоят недешево. Однако я скажу, что эти биопрепараты можно размножить самостоятельно. На нашем канале очень много роликов, как размножить биопрепараты, на какой питательной среде их вырастить и как понять, что у вас вырос именно нужный грипп, например, триходерма. Поэтому заходите на наш канал и смотрите ролики, как самостоятельно размножить биопрепараты и сэкономить на этом немного денег. Кроме того, триходерма есть и в природе. Если пойти в лес, найти гниющие пни, древесную труху, на них наверняка будет триходерма. Эту труху можно насобирать и сделать водный раствор для полива. Это вполне бесплатное и надежное средство, которое можно найти в природе. Понадобится примерно древесной трухи. Одна треть ведра 10-литрового. Затем всю эту труху заливаем водой, обычной водой, настаиваем несколько часов, а лучше сутки и данным раствором проливаем растение в теплице под корень. И также вот эта триходерма, которая присутствует в древесной трухе, она активизируется в почве. Однако хочу сказать, что в древесной трухе триходермы может быть не в достаточном количестве, ее может быть слишком мало. Поэтому все же от биопрепаратов отказываться не стоит. Если вы хотите, опять же, сэкономить немножко денег, то пролейте два раза томаты, перцы, настоем из древесной трухи, а один раз биопрепаратом, настоем биопрепарата на основе триходермы. Тогда это будет надежно и растения будут 100% защищены от различных болезней, фитопатогенов. Если вы стоите перед выбором использовать химию, либо надежные биопрепараты, то выбирайте второй вариант. Без здоровья не купишь за деньги, а биопрепараты для здоровья не опасны, в отличие от многих химических препаратов. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok